Халлилуйя Светом мир, надежда к нам пришла, Чтобы нас вернуть к любви отца. Устреми свой путь ты к тем кослям, Чтоб голубелью стали для царя. Светом мир, надежда к нам пришла, Пусть святую ночь песни без пронзий. Вверх посмотри, вверх посмотри, Тому, кто был рожден, чтобы нас помнить. Светом мир, надежда к нам пришла, Пусть святую ночь песни без пронзий. Светом мир, надежда к нам пришла, Пусть святую ночь песни без пронзий. Принеси дороги его нога, Там, где с небом встретится земля. Радость пусть пробудет все сердца, Пусть святую ночь без пронзий. Вверх посмотри, вверх посмотри, Кто был рожден, чтобы нас помнить. Вверх посмотри, вверх посмотри, Слава ему, Честь и вся хвала. Вверх посмотри, вверх посмотри, Слава ему, Честь и вся земля. Вверх посмотри, вверх посмотри, И на речом будет он, Согрей и чудный стиль. Вверх посмотри, вверх посмотри, Пусть святую ночь без пронзий. Пусть святую ночь песни без пронзий. Вверх посмотри, вверх посмотри, Вверх посмотри, Тому, кто был рожден, чтобы нас помнить. Вверх посмотри, вверх посмотри, Слава ему, Честь и вся хвала. Вверх посмотри, вверх посмотри, Слава ему, Честь и вся хвала. Не посмотри, слава Ему, не посмотри, не посмотри, не посмотри, слава Ему, стоит вся земля, не посмотри, слава Ему, Светлая ночь, песни без бронзин, вверх посмотри, вверх посмотри, вверх посмотри, тому, кто был рожден, чтобы нас спасти. Вверх посмотри, вверх посмотри, слава Ему, чести, стяк-пала, вверх посмотри, вверх посмотри, слава Ему, стоит вся земля, не посмотри, Боже, возносим Тебе хвалу Восносим Тебе славу, честь Аллилуйя, Иисус Ты победитель, Боже, Аллилуйя Ты царь над всей землей Мы прославляем Тебя, Небесный Иисус Нет подобных Тебе, нет подобных Тебе, Иисус Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Иисус Бог, ты мой Господь И я не могу, ты царь над всей землей Бог, ты мой Господь И я молюсь Лишь Тебе Пой, пой Вовек Царство Твое И я хвалю Лишь Тебя Мой Господь Царь Царей Бог Богом Величие все Твое Царь Царей Бог Богом Величие все Твое Царь 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 И для меня И для меня И для меня И для меня Ты стал все Бог Богом Величие все Твое Царь Царь Царей Бог Богом Величие все Твое Царь Царь Радею землю, и ты, Бог, Господь, надо мной. Слава тебе и голова, помоляю, О, Иисус, ты меня. Слава вся тебе, Бог, О, Иисус, ты меня. Иисус, ты меня. Слава, слава вся тебе, Бог, О, Иисус, ты меня. 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 Мой Спаситель, Царь, Царей, Бог Богов, величие все Твоё. Царь, Царей, Бог Богов, величие все Твоё, Царь, ведь Ты, Царь, над всею землёй, Ты, Бог, Господь над мной, слава Тебе и хвала поклоняю. Царь, 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 над всею землёй, Господь над мной, слава Тебе и хвала поклоняю. Царь, 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 над всею землёй, Господь над мной, слава Тебе и хвала поклоняю. Царь, 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 над всею землёй, Господь над мной, слава Тебе и хвала поклоняю. Царь, 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 해주 te и хвала поклоняю. Царь, Царь, Царь,ади и хвала поклоняю. халилюйца слава тебе господь слава господу он вовеки наша песня у лавеки наша любовь наша надежда и давай помолимся место это это храм это храм молитвы для всех народов библия говорит и давайте вместе помолимся здесь много нуждей люди которые написали свои нужды здесь помолимся сами помолимся за нашу страну помолимся за сами господь во имя иисуса мы благодарим тебя за каждое обитование в твоем слове которые имеют а я мин в иисусе христе и мы молимся господь со всех этих людей которые написано здесь господь ты знаешь все эти люди кто-то болеет кто-то находится в темноте кто-то ушел от тебя кто-то тебя вообще никогда не знал жизни люди нуждаются работе господь примирение и мы поднимаем все эти нужды перед тобою господь и молимся чтобы ты коснулся каждого человека для исцеления для восстановления для утешения господь во имя иисуса молимся чтобы твой чтобы твою жизнь наполнил господь наполнила всех этих людей во имя иисуса христа молимся за нужды люди которые ищут работы люди которые ищут примирения и люди восстановление семьи молимся за все это господь чтобы тип излил духа своего для восстановления для помощи господь во всех этих ситуациях мы благодарим тебя господь и мы благословляем нашу страну молимся за россию господь за спасение народа чтобы ты сохранил господь страну нашу молимся за президента за всех депутатов думе за все, которые власти в нашей стране, чтобы Ты дал мудрость и направление, чтобы они на Тебя уповали, Господь, во имя Иисуса. Благословляем город нашу Москву. Молимся за всех людей, которые живут здесь. Молимся, Господь, чтобы люди искали Тебя, чтобы все в этом городе видели и поняли, что без Бога жизнь просто пустая, Господь. Молимся, чтобы все церкви наполнились людьми во время этих праздников. Благословляем каждое место, каждую церковь, где люди собираются именно сегодня, в воскресенье, чтобы поклоняться Тебе. Благословляем мир вокруг нас, особенно молимся за Украину, за мир, Господь, за мир и примирение. Молимся за решение всех конфликтов, которые есть на Украине. Молимся, чтобы братья могли вместе жить в мире по имя Иисуса. И особенно мы благословляем Израиль. Молимся, Господь, за спасение, защиту Израиля. Молимся за мир, в Ближнем Востоке, со всех людей, которые страдают из-за войны там. Молимся со всем верующим, чтобы Ты сохранили их, Господь, во имя Иисуса. Чтобы эти конфликты тоже решились. И благодарим Тебя, Господь. Ты наше убежище. Ты наша надежда. Тебе мы обращаемся во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Слава Господу. И спасибо вам большое. И, пожалуйста, обращайтесь друг к другу. Скажите, Мерий Крисмас! Или с Рождеством. Как вам удобно. Сегодня мы празднуем Рождество первый раз. Пожалуйста, садитесь в нашей церкви. Мы делаем это, ну, несколько раз в ближайшие недели. И мы так рады видеть там, что у каждого человека, который посещает нашу церковь сегодня, здесь есть те, которые уже были у нас каждое воскресенье последние 20 лет, и, наверное, те, которые посещают нас первый раз. Я бы хотел знать, было очень приятно, если вы, которые первый раз находятся у нас здесь в церкви Слово Жизни, если поднимаете руку вашу, чтобы мы видели, чтобы мы могли особенно сказать вам добро пожаловать. Если вы первый раз... Останьте, пожалуйста, чтобы мы видели вас. И давайте мы поклопаем людям. Если вы первый раз в нашей церкви, добро пожаловать. Вам очень-очень рады. Вам очень рады. Чувствуйте себя как дома. И у организаторов тоже есть брошюра, брошюра, которой, если вы расстанете это всем людям, там чуть написано нас, кто мы и чем мы занимаемся. И, как я сказал, что сегодня мы празднуем Рождество. У нас такая традиция в церкви, что в выходные, которые ближе 25 декабря, мы празднуем международное Рождество. Потому что это просто факт, что большинство христианской церкви, они празднуют 24 декабря. Но мы, конечно, празднуем и 24, и 7 января. И Новый Новый год, и Старый Новый год, и все праздники, которые есть в календаре. Но эти выходные мы делаем особо так ударенно на это, что в церкви есть много разных людей. У нас в церкви есть люди из разных стран, из разных национальностей, тоже внутри России. Мы бы хотели, чтобы все чувствовали себя как дома. И это мы празднуем сегодня. У нас в этом месяце есть тема в церкви. Мы выбирали 4 месяца в течение этого года, или осенью и весной, когда у нас будет одна тема с начала до конца месяца. Мы начали в октябре, тогда у нас была церковь, место любви. И сейчас в декабре у нас есть церковь, место для всех. И что мы имеем в виду? Это очень просто, что любой человек в нашем городе, если вы сами богаты, если вы сами бедны, сами известны или сами неизвестны, не зависит от того, какое образование, или откуда вы, какой цвет кожи, что церковь – это место для всех. Все люди нуждаются в Боге спасения. Бог любит каждого человека. Бог не выбрал несколько людей и думает, они подходят стать верующими. Нет, Бог обращается к каждому человеку в этом городе и призывает его или ее к себе. И мы верим в это. Мы бы хотели, чтобы наша церковь была место для всех, чтобы все разные люди могли чувствовать себя как дома. И чтобы мы развивали нашу работу, чтобы именно так стало тоже, чтобы все люди, все москвичи, все, которые бывают в нашем городе, чтобы они могли найти Господа и найти духовный дом среди нас. И весь народ сказал. И поэтому у нас сегодня есть тоже маленькая праздничная программа, где мы именно это празднуем. У нас здесь есть несколько людей, тоже из разных стран, которые выступают. И первый у нас есть представитель Армении, у нас есть отдельное армянское служение. Каждую субботу здесь у нас есть собрание на армянском языке, и мы очень-очень рады за это. И Геворг из Армении, он поет сейчас нам сегодня одну песню. Давайте мы встретим его. Здравствуйте, церковь! Как ваше настроение? От армянской церкви мы очень сильно поздравляем вас с радостью, что сегодня родился Иисус Христос. С Рождеством! Слава Богу! Я сегодня спою песню, она немного о песне, два слова. Она у меня первая самая, полноценная песня, с Божьей помощью я написал ее. Буду петь как на армянском, так и на русском, можете подпевать. Вот, поехали! Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Драгоценные братья и сестры, пастыри и сослужители Евангелия, поздравляю вас с наступающими праздниками! Субтитры создавал DimaTorzok Праздника и ожидания чудес! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! 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 Привет, церковь. Но сегодня мы будем петь на песню, а на песню рассказать все от рождества. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Давайте еще раз, друзья. Ребята. Марта, спасибо вам большое. Ребята. Рина, спасибо. Вот. Это самые яркие улыбки в нашей церкви. Спасибо большое. И барабаны тоже. Вот. Спасибо большое. И, конечно, бас-гитара. Друзья, еще раз ваши аплодисменты и малазийское служение нашей церкви. И слава Иисусу Христу за то, что церковь Христа это дом молитвы для всех народов. Кроме малазийцев в нашей церкви есть еще и китайцы. И они тоже хотят поздравить вас с Рождеством, с песней. Поэтому давайте приветствовать китайское служение на этой сцене. Они здесь, я знаю. И просто за кулисами по-русски говорят, выходите, выходите. Они говорят, мы не понимаем, не понимаем. Вот. Увидимся, зрителям и investing в мире. Ос. Всё сегодня мы поем. Песня Называется Он… Едиственный настоящий Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ БОДИСМЕНТЫ Они прекрасны – дабрили поклоны. И вообще солнце мы еще ко rock-fion Бreme дье привъечем. Аплодисменты Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. И находиться там долгое время без нужды, все их нужды были покрыты этими как раз дарами. И я благодарю Бога за то, что я спасен. А вы? Я так рад, что я спасен, и мне принадлежит вечная жизнь. И знаете, о чем я думаю? Я не знаю, когда придет Иисус, когда Он придет второй раз. Но я благодарен Богу за те дары, которые были принесены 2000 лет назад, благодаря им сегодня я знаю Евангелие. Сегодня же у меня есть возможность посеять, сегодня же у меня есть возможность пожертвовать, для того, чтобы Евангелие и в истории, которая еще не написана, дошло. Поэтому сегодня давайте соберем щедрые пожертвования, братья и сестры. Сегодня Рождество, я знаю, что вы дарите подарки, кто-то на Рождество уже это сделал, кто-то будет делать на Новый год, кто-то будет делать это на Рождество 6 и 7 числа. А сегодня же давайте соберем пожертвования, чтобы тот самый младенец, который однажды родился и принес нам благую весть, благодаря которому мы спаслись, чтобы Евангелие Иисуса Христа не ослабевало, но продолжало распространяться еще в большей силе. Аминь. Возьмите, пожалуйста, то, что вы приготовили в свою руку. И пока вы готовите, я также хочу сказать, что возможности пожертвовать расширяются. И мы упоминаем об этом практически на каждом богослужении. Вы можете пожертвовать через сайт. Можно зайти на наш сайт www.volrus.org. И там в правом верхнем углу есть кнопочка «Пожертвовать». Нажав на нее, следуйте инструкциям, и это сделать очень легко. Если вы хотите пожертвовать, также вы можете сделать это с помощью банковской карты. У нас у службы порядка есть банковские терминалы. Вы можете также к ним обратиться, и они с удовольствием помогут вам, ассистируют, как пожертвовать с помощью банковской карты. И знаете, хотя способы пожертвовать меняются, суть жертвы не меняется. Мы говорим часто о себе, что мы современная церковь с древним посланием. Вот эта вот современность проявляется вот даже в таких деталях, а послание оно не меняется. Давайте распространять Евангелие. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам семя, чтобы сеять. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам хлеб в пищу. Сегодня мы празднуем Рождество, Господь, и мы благодарим Тебя за то, что в веках люди когда-то жертвовали, и благодаря их жертвам нам сегодня досталось Евангелие. Позволь же нам, Господи, сегодня жертвовать, чтобы Евангелие распространялось и в будущем. И те истории, которые еще не написаны, пусть они станут реальностью благодаря нашим сегодняшним жертвам, благодаря нашим сегодняшним приношениям. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим за Твой дар, который в этом мире рожден, Иисус Христос. И весь Божий народ сказал Аминь. Слава Иисусу Христу! Давайте соберем эти воскресные пожертвования. И пока сокровищницы идут по рядам, я также хочу поблагодарить вас, дорогая церковь, за жертву, которую вы сделали пару недель назад. Мы собирали с вами дополнительное второе пожертвование на стулья и столы в фойе второго этажа. И слава Богу, благодаря вашим жертвам мы смогли это сделать. Поэтому поверни соседу и похлопай ему, скажи, спасибо тебе большое за участие, мне есть на чем посидеть. Давайте, друзья, похлопайте друг другу хорошенечко. Спасибо, спасибо вам большое всем, кто участвовал в этом. Ну а мы продолжаем. Давайте вместе поднимемся, если вы совершили жертвы. И тогда будем славить Господа от всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя, наш Царь пришел, чудный Спаситель, Сын Божий Он. Эммануил, наш Кроткий Царь, тебе отдаю свои сердца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приди поклонись, Бог пришел с небес Пой, торжествуй, ведь спасение здесь Держись за Него всегда Не отпускай никогда Эммануил, наш кропкий царь Тебе отдаем свои сердца Снял царский бедец, чтоб стать с тобой Эммануил Эммануил С нами Бог С нами Бог С нами Бог Аллилуйя Наш царь пришел Чудный спаситель, Сын Божий Он Аллилуйя Мессия Здесь к нам приблизился спасенье Эммануил 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 Тебе отдаем свои сердца Снял царский бедец, чтоб стать с тобой Эммануил 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 Давайте воздадим Ему славу Аллилуйя Господь Иисус Твое имя Эммануил С нами Бог И пусть это будет наше исповедание всегда Мы знаем, что без тебя, Иисус Никакого отношения с Богом не могло быть Без тебя, Иисус, никакого будущего Никакой надежды Но с тобой все это есть Поэтому мы славим тебя Наш Господь, наш Бог Иисус Христос Мы благодарим тебя За Рождество За время, когда мы можем вспоминать Эту великую радость Которую в Англии В Англии Появил Господь Пастухам Кто родился Спаситель И как ты родился в этом мире Пусть ты рождаешься внутри каждого из нас тоже Иисус, мы благодарим тебя За возможность сегодня Вместо быть в твоем присутствии Молимся Чтобы эта рождественская история Еще один раз Стал живой для каждого из нас Научи нас, Господь Коснись нас, Господь Когда мы вместе читаем Твое святое слово Во имя Иисуса Аминь И аминь Слава Господу Слава, слава Господу Аминь И спасибо вам большое, друзья Красавчики, правда? Вау И спасибо всем Которые играли, выступали И пожалуйста, садитесь Еще один раз Приятно видеть, что церковь Полна людей Сейчас, когда мы проживаем Международное Рождество И Что церковь Церковь Это место Для всех Мы Особное ударение Делаем Именно эти выходные На то, что много национальностей В нашей церкви Потому что это важно В нашем городе Много разных людей Город большой Здесь, я уверен Есть люди Из всех стран мира Из всех республиков И национальностей Тоже внутри России Так важно Чтобы мы все могли жить Мирно Место И Я не знаю Как у вас Когда Когда я вижу Все эти Вступления Все эти народы Которые говорят Это моя церковь Я чувствую себя Таким богатым Вы тоже чувствуете это Мартин Правда, да? Когда Вау Какая у меня Широкая Большая семья И Не надо Долго читать Газеты Или Смотреть Новости На телевидении Чтобы понять Что в мире Так много Ненависти Так много Людей боятся Не боятся Друг друга Разделение Между Между Людми И Церковь В этом мире Чтобы быть Оазис Божьей любви Примирение И мир Амин Тоже Чтобы показать Людям В этом мире Что каждый Человек Имеет Одно и то же Ценность Перед Богом Не зависит От света Кожи Не зависит От образования Или богатства Или отсутствия Богатства Или откуда Откуда вы Откуда Или где Родились Для Бога Каждый человек Он важен Он любит Каждого человека Он хочет Чтобы каждый Человек Тоже нашел Своё место В его церкви Амин И Национальности Я Ну люди Они думают Что я Из Норвегии Наверное Я из Норвегии Я не знаю Я родился В Швеции На самом деле Мама моя Шведка Но ее предки Они из Финляндии Она говорит Но папа мой Норвежец Поэтому Переехал в Норвегию Там Что у меня Норвежский паспорт Там был И Переехал в Россию И сейчас Я стал русским И Сеть Мое Полностью Сеть И Кто я Но вы знаете Мы Мы все От Адама Раньше или позже У вас тоже Есть такие предки Которых вы не знаете Там что Какая-то итальянская Кровь Или я не знаю Нигерианская Или Азербайджанская Что Все равно Бог создал Всех людей И То что Если это Многообразные Когда есть Разные Национальности Это Наше богатство Не надо Смотреть на это И думать Что О это страшно Не Это хорошо И в нашей церкви Тоже Что Есть люди Из разных мест Это дает нам Просто радость И Мы можем Но я много Почувствую Тоже Когда я проповедую Почувствую Конечно В России Но тоже Иногда Поезжаю В разные Страны И Быть там Как иностранцем Это так интересно Помню Я был в Кувайте Не не Кувайте Где я был Катаре И я один Я был там В гостинице И один парень Который работал С детством Он чернокожий Он подошел Ко мне Разговаривать И я сказал Что я Христианин Вау Белый Христианин Для него Это было что-то круто И я сказал Пастор А вы пастор Я первый раз Вижу белого Пастора Но для нас Это довольно Естественно Что есть Белые Христианины Но для него Это было И это хорошо Иногда Быть иностранцем И понять Тоже Что Как люди Иногда чувствуют Когда они Они переезжают В Москву Чтобы мы Учились Тоже Как уважать Друг друга И Понимать Что Разные люди У них есть Разные Переживания Я думал Сейчас На собрании Когда Здесь Есть звезда Бифлеемская Когда я был В Бифлееме Там в церкви На месте Где мы верим Что Иисус родился Я стоял В очереди Чтобы Именно попасть В то место И Рядом со мной Был один Верующий Он из Индонезии Из Индонезии И начал С ним разговаривать Я из России Я из России Сказал Я что-то знаю О России У меня Один друг В Индонезии Он показал Мне фотографию Из России Я сказал Правда Что фотография И он сказал Невероятная фотография Там была машина И на машине Лед Лед Да Там В стеклах Там лед Там Там лед На машине Я сказал О Мурашки Ужас Потому что Он лед Никогда не видел Кроме в стаканчике Когда он Кока-кола Пьет И Для нас Лед на машине Это каждый день Зимой Правда Ничего особенного Нет Но для него Это было что-то Эксклюзивное Помню Когда мы общаемся С людьми Мы можем От друг друга Учиться И Этот Большой мир В котором Господь В котором Мы живем Они все Имеют Что-то хорошее От Бога Не бывает Хороший народ И плохой народ Не бывают Люди Которые иногда Зли И люди Хорошие Но Народы Там В каждом народе Есть свое Богатство Когда я вижу Эти красивые Тоже одежды Которые они Одеты Когда они Читали Библию Думаю А это Красиво И это Красиво И Когда я Ешу Тоже И проповедую В разных странах Мы всегда можем Кое-что взять Домой Учиться Помню Где я был Я был в Фиджи В Тихом океане Там Там проповедовал И Люди Такие вежливые Они такие Вежливые Друзья Это непонятно Я вошел в один банк Чтобы менять деньги Спросил Там у этого банкира Или этого человека Который работал Можно менять деньги Он сказал Нет К сожалению Наш банк это не делает Но я покажу вам Где можно это делать И он встал Оставил свое место И со мной ушел Из банка И со мной Пошел Три квартала Три квартала И показали мне А вот банк Там вы можете Менять деньги До свидания И обратно Я думаю Возможно Ну возможно Да И Помню Когда я был В Малайси Да У нас люди из Малайси Которые пели здесь сегодня Там Там был на собрании Когда И тогда я просто Как прихожан Пошел на собрание И когда остановился На паркинге Один там Мужчина Там красиво Где-то Он открыл Мне дверь в машине Я первый раз Это видел В церкви И до того Как я Шел в сад Восемь раз Разных человек Остановил меня И сказал Добро пожаловать На собрание Я чувствую Я чувствую себя Таким Добро пожаловать Можно так Да Чтобы сердце Мое просто Таяло И Слава Богу За это Амин И Думают А что мы можем Учить других Намного больше Чем мы знаем Когда я 20 лет назад Переехал сюда Я учился Что это Такое гостеприимность Я учился Что такое Дружба Что если у тебя Есть друг в России Он для тебя Все делает Для конца Не так везде в мире Люди Я вам гарантирую И поэтому Когда есть это Многообразное Многообразие Да Люди из Татарстана Тоже среди нас Да Тоже Да Тоже Когда у нас есть Это многообразие Оно делает нас богатыми И Господь желает Чтобы мы ценили его И Он желает Чтобы церковь Была местом Для всех Независимо от того Откуда ты Независимо от того Что происходило Тебе нужен Господь И Бог любит тебя И Он видит тебя В своей церкви Аминь Слава Господу И это часть Сегодняшнего послания Давайте откроем Библию Откроем Луки Вторую главу И прочитаем Историю о рождении Христа Луки 2 С первого стиха В те дни вышло От Кесаря Августа Повеление Сделать перепись По всей земле Эта перепись Была первая В правлении Квериния Сирию И пошли все записываться Каждый в свой город Пошел также Иосиф Из Галилея Из города Назарета В Иудею Город Давидов Называемый Вифлеем Потому что Он был из дома И рода Давидова Записаться с Марией Обрученную ему женою Которая была беременна Когда же они были там Наступило время И родила сына своего первенца И спеленала его И положила его в ясли Потому что Не было им места В гостинице Аминь Как и любая другая история В Библии В этих словах Так много сил Так много о Рождестве Мы об этом можем И говорить И размышлять Мы можем находить Себя во многих местах В истории Мы можем думать О себе Как о пастухах Которым Господь Явил через ангелов Что Христос родился И что они должны Пойти Рассказать миру Мы можем подумать О себе Как о рождественской звезде Которая показывала Мудрецам Путь к Иисусу Но есть еще одна история Внутри данной истории О которой я хочу Чтобы мы поразмышляли Какое-то время сегодня Есть еще одна личность Он здесь Хотя Библия не упоминает его Он есть часть этой истории И это был человек Который владел тем местом Где родился Христос Который дал Иосифу и Марии Провести ту ночь В том клеву Где родился Иисус Библия не говорит о конкретном человеке Но она говорит о том Как все это произошло И он был там И он также является примером для нас Которым я хотел бы воспользоваться Сделяясь Словом Божьим славе Потому что история повествуется так Что когда Иосиф и Мария пришли в Вифлеем Они пришли во время переписи Вот почему город был переполнен людьми Все, которые были предками в Вифлееме По родословной Давида Должны были прийти туда И заполнить свое место в Перебесе Вот почему В городе было намного больше людей Чем в кровати И когда Иосиф и Мария пришли туда Может быть у них были родственники Но те не могли принять их И они пытались найти гостиницу Но и в гостинице было полно людей Они искали место В некоторых церквях Как, например, в Мексике Знаете, есть большая рождественская традиция Которая называется Пасадас Пасадас Что означает кровь Поиск Марии и Иосифа Крова Это часть их традиции рождественской Девять вечеров до Рождества Все дети Одеваются как Иосиф и Мария И идут и стучат в двери И просят Пасадас То есть просят крова А тот, кто внутри должен сказать Нет, дом переполнен людьми Сюда нельзя И вот потом они поют что-то друг к другу Ну и потом куда-то все-таки добираются И вот этот поиск места Мы не знаем в точности, как оно происходило Нам надо это представить Наполненный людьми город МКД Пятницу Пять полос Шесть часов вечером Последние недели в декабре Так оно было в Вифлееме И нам надо представить Как они не могли войти туда А они хотели И это также немножко напоминает Москву Этот город большой Здесь много людей И все они Нуждаются в Боге Все они нуждаются в доме Больше, чем просто в физическом доме Или в физической семье В духовном доме Потому что когда Бог сотворил человека Он не сотворил его быть одиноким Он не создал его служить Богу в одиночку Или поклоняться Богу в одиночку Все время Бог думал о народе Он сказал про Адама Нехорошо человеку быть одному И это прослеживается во всей Библии Когда он призвал Авраама То он превратился в семью И концепция семьи прослеживается Во всем Израиле Они стали народом Они должны были собираться в Иерусалиме вместе Чтобы поклоняться Богу Бог повелел им заботиться друг о друге Заботиться о бедных И в Новом Завете, в Церкви То же самое Мы тело, тело Христова Мы члены одного и того же тела Призванные поклоняться Богу Вместе Заботиться друг о друге Молиться вместе И учиться познавать Бога вместе Вот так Бог видит нас Никто Не призван служить Богу Или познавать Бога в одиночку Всем нужен дом И некоторые очевидно ищут церкви Другие видно, что живут с этой пустотой внутри себя Но я могу смело заявить В этом городе нет ни одного человека Которому не нужна была бы церковь Эта церковь Или любая другая христианская церковь Которую он мог бы назвать своим духовным домом Посмотрите со мной Экклесиаст, пожалуйста Четвертую главу Потому что это то, что нам надо понять Наша принадлежность по местной церкви Это не что-то маленькое Но это находится в самой сердцевине Нашей взаимоотношений с Богом Он никогда не рассматривал свой народ Как-то иначе Как только, чтобы это был народ вместе И в единстве Экклесиаст Четвертая глава 9 Двоим лучше, нежели одному Аминь Абсолютно согласен Двоим лучше, нежели одному Потому что у них есть доброе вознаграждение В труде их Есть очень глубокие духовные принципы В этих стихах Ибо если упадет один То другой поднимет товарища своего Но горе одному, когда упадет А другого нет, который поднял бы его Знаете, мы все падаем Мы все сомневаемся Мы все сталкиваемся с проблемами И Библия говорит Горе ему одному, когда он один Ты не предназначен к тому, чтобы быть одним Никто не призван жить в одиночку Но я предназначен к тому, чтобы Рамиль был рядом со мной Поэтому, когда я падаю Чтобы он поднял меня А я поднял бы тебя А ты бы поднял кого-то еще Никто не проходит по этой жизни без проблем Без духовной турбулентности Без вопросов, на которые, похоже, нет ответов Но по этой причине мы и вместе Библия продолжает Стих 11 Также, если двое лежат Лежат двое, то тепло им А одному как согреться? Это вопрос Как же ответить на этот вопрос А одному как согреться? А ответ такой, никак Он не может в одиночку согреться И Бог этого и не хотел Мы нуждаемся друг в друге И эта принадлежность Богу Также выражается в нашей принадлежности друг к другу Согреться Духовно Оставаться живым Не только недельку И не только месяц Но до конца, до моего дня с Господом Мне нужны вы Мне нужны вы, чтобы мне быть теплыми Горячими Нам надо читать Слово Божие вместе Мы встречаемся дома Встречаемся в церкви Вот так мы можем оставаться горячими и верными Господу На протяжении этой долгой жизни в этом мире Двенадцатый сип Если станет преодолевать кто-либо одного То двое устоят против него И ниткров трое скручено и не скоро порвется Битвы жизни, которые мы все ведем Мы не должны их вести в одиночку Вместе Мы можем преодолевать Мрак И то, что пытается разрушить нашу жизнь Когда Иосиф и Мария подобным образом искали дом Я размышлял об этом всю неделю Это вызов для меня Бог Было место Куда бы они могли зайти И да будем мы такими Да будем мы настолько открытыми Чтобы любой мог прийти и найти эту церковь Которая ему нужна Посмотрите по Солому 83 И еще одно замечательно красивое место в Библии Которое выражает жажду по Богу Но также жажду по церкви Или по духовному общению Ветхого Завета Псалом 83, 2 стих Как вожделенны жилища Твоих, Господи сил Истомилась душа моя, желая во дворы Господни Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому И птичка находит себе жилье И ласточка гнездо себе Где положить птенцов своих У алтарей Твоих Господи сил Царь мой и Бог мой Блаженны, живущие в доме Твоем Они непрестанно будут восхвалять Тебя Этот псалом объясняет Жажду по Богу По Его присутствию Но более того Насколько Насколько вожделенность жилища Господа То место, где люди собираются, чтобы поклоняться Богу Здесь сказано Истомилась душа моя по Богу Но также во дворы Господни То есть здесь Где мы собираемся вместе Чтобы нам согревать друг друга И чтобы поднимать друг друга В третьем стихе В четвертом сказано про птичку и про ласточку, которые находят гнездо Где безопасно Вот здесь я дома Таким же образом Псалом говорит о алтаре твоих То есть здесь говорится про храм Вот там они находили себя дома в то время Я часть Израиля Я часть Божьего Завета с Израилем Я прихожу в Скинию Я прихожу в храм Чтобы поклоняться Богу Чтобы быть горячим Вместе с народом, частью которого я являюсь Вот так мы должны знать Бога Возрастать в Боге Открывать и познавать свои таланты В четвертом сказано Пятый блаженный, живущий в доме твоем Они непрестанно будут восхвалять тебя Непрестанно Не только недельку Или пару лет Они непрестанно будут восхвалять До конца жизни До конца Вместе с Богом Давайте воздать им Господу славу Аминь И вот эта аллегория Так подходит к Иосифу и Марии Потому что когда они пришли Они искали место, где бы им остановиться Но не могли найти его Мы должны себе представить Библия не говорит нам в точности, как оно было Но сказано, не было для них места в гостинице И они отвернулись, повернулись Может быть пошли к родственникам Которые также закрыли перед ними двери Может быть посетили пару гостиниц разных И там тоже им говорили Нет, мы не можем вас впустить И вот они, как чужаки, пришли И там находятся И здесь Не должно быть такого Никто Не должен быть развернут И выпровожден из церкви У нас есть это слово Ксенофобия Которое состоит из двух греческих слов Ксено, это значит чужой И фобия Это означает страх Страх чужих Есть другое слово в Библии Это гостеприимство Это греческое слово, которое звучит филосения Тоже состоит из двух слов Ксения, что значит чужой И фило, что означает любовь Любовь к чужим Две разных реакции Кто-то отличается от меня Ужас Или кто-то отличается от меня Замечательно Это и есть сердце церкви И кто-то заходит сюда Новенький Человек, которого ты никогда не встречал Человек, который отличается от тебя Твоя любовь к Богу Переполняет тебя К человеку, которого ты встречаешь в метро К человеку, которого ты встречаешь на улице К тому, с кем ты разговариваешь Впервые в жизни Он может или даже должен быть Мишенью любви Божьей, которая находится внутри тебя Этот мир полон подозрительности Полон дистанции между нами Я разговаривал с одним из своих соседей Он дал ясно понять Он построил высокий забор вокруг дома Три-четыре метра Чтобы другие даже не заглядывали Может быть, есть хорошие причины для этого Но мы никогда не будем строить такую стену вокруг церкви Потому что церковь Место для всех И чудом этой истории Является то, что наконец они нашли место Какое же это было место? Это было место, которое уже было переполнено Может быть, это была такая гостиница, которая была уже заполнена людьми И вот они туда пришли И хозяин Должно быть сказал Но она уже переполнена Каждая комната занята Сюда даже и кошку невозможно вкусить Из-за переписи Она была переполнена Но она не была все-таки до конца переполнена Он подумал еще раз Если я не могу дать им уж лучшее, что у меня есть То что же я могу им дать? Ну, у нас есть этот хлев И он нашел место для них там И это То, что делает любовь Бога Она находит место Она находит способ благословить Даже когда все комнаты заняты Потому что, знаете что? Мы живем в этом городе полном высокой скорости Я думаю, что мы, москвичи, самые занятые люди мира Когда разговариваешь с людьми, которые переезжают в Москву Всегда все говорят одно и то же Большая скорость в этом городе И не всегда это неправильно Есть много хорошего в этом Но у нас есть такая тенденция быть очень загруженными Мы всегда на пути куда-то Мы всегда что-то в расписании И так легко Не иметь времени К тому, кто нуждается во мне У нас столько много оправданий Чтобы не посетить кого-то Чтобы не пригласить кого-то домой Чтобы просто не остановиться И не поговорить С тем, кто нуждается в нас Содержатель гостиницы Его место было наполнено людьми Но у него все равно было место Для Иосифа и для Марии И там Христос родился Когда я размышлял обо всем об этом Я думал, благословлять людей зачастую является чем-то неудобным Всегда есть хорошие причины Не сделать того, что, может быть, мы чувствуем, что Дух Святой хочет, чтобы мы сделали И я прочитывал одно из Евангелий Иоанна Перед этим собранием И я думал, вот когда ты читаешь об Иисусе Каждое чудо, которое он сокращал Всегда с ним что-то шло неудобное Эти чудеса не должны были произойти В Иоанна 2 Первое чудо в Кане Когда Иисус превращает воду в вино на свадьбе Он сказал маме Когда она попросила у него помощи Время мое еще не пришло Но Мария все равно верила И она сказала слугам Вот все, что он скажет, сделайте И он совершил чудо Хотя и сам говорил, что время еще не пришло В Иоанна 3 Никодим приходит к Иисусу Приходит ночью Неправильное время Офис закрыт Айфоны выключены Никодим Ты не можешь, не должен приходить к Иисусу ночью Он спит Все неправильно шло Но все равно Иисус встал Поговорил с ним И получил замечательное послание Евангелия Иоанна 3 Ибо так возлюбил Бог мир Что даже неправильное время Тот пришел Иоанна 4 Иисус отдыхал Около колодца В Сихаре Рядом Самарии И вот самарянка приходит Это еще ухудшает ситуацию Это женщина Она не должна была говорить с ней Он не должен был И она самарянка Приходит И Библия говорит Что иудеи не сообщались с самарянами Но не могло быть еще чего-то хуже Но тем не менее Иисус начинает разговаривать с ней И против всех вот этих вот Он приобретает всю деревню Для Царства Божьего В конце Иоанна 4 Мы читаем об исцелении Сына известного человека Он был известным Он был частью оккупантов Возможно, как думают Он был ближайшим человеком Царю Ироду Злой человек Тому царю, который заставил Отрубить голову Иоанна Крестителя И вот он приходит И просит помощи для Сына Иисус отворачивается от него Нет, нет Он не сделал этого У нас появляется еще одно чудо В Иоанна 5 Мы видим больного человека Хромого у купальни Бефисда И ему нужна помощь Иисусом Но ведь суббота Субботу же не следует исцелять Мессия отдыхает Понедельник Пастор отдыхает Не трогай его Но тем не менее Он просит помощи И если вот Иисус все-таки исцелит Субботу Будет куча проблем А Он исцеляет его все равно И еще одно чудесное чудо Ни одно из них не должно было произойти Но знаете Иисус подобен тому Содержателю гостиницы Если сердце правильное Место найдется все равно Есть способ Есть возможность остановиться Помочь кому-то Чтобы Дать кому-то почувствовать себя как дома А не просто убежать домой после собрания Ну побыть немножко Посмотреть По сторонам Может быть кого-то я могу благословить Есть кто-то С кем я мог бы выпить чашечку капучино И чтобы он почувствовал себя как дома в церкви Есть ли кто-то Кому я могу позвонить И привезти в дом Господень Есть ли кто-то Кого я мог бы пригласить домой Потому что церковь Это место для всех Иисус показал Может быть все эти обстоятельства В Библию помещены Суббота Ночь Знатый человек Самарянка Женщина Все это Чтобы показать нам Дело не в занятом расписании Но в сердце человека Знаешь, мой друг Мы не можем притащить на небо Большой мешок извинений и оправданий А, Бог, Ты знаешь Каким я занятым был Москва Да Ты слышал пробка в Москве Да Четыре часа Да Километр Да Ужас, правда? Да Я ничего не смог, правда? Согласен? Мы не можем так прийти на небо Вот с жизнью полных извинений Бог не скажет А, понимаю, понимаю Да Знаете, что Он скажет? Я жаждал И Ты дал мне пить Я был голоден И Ты накормил меня Я был странником И Ты меня принял Я был больным Был в темнице И Ты уделил время И пришел ко мне Вот что Он скажет Аминь? И это то, к чему и мы должны стремиться Рождество грядет Оно уже здесь И снова придет И Новый год Очень замечательное время Чтобы побыть во всем этом И чтобы читать эту историю И, может быть, также задуматься об этом человеке Который принял Иисуса Конечно же, Он не знал, кто постучался в Его дверь в ту ночь Это был Бог Сам Бог Бог Сын Попросился на ночь к Нему В Марии Это даже был не ангел Это был Иисус А тот не представлял этого Не представлял Подумайте, если бы Он сказал Нет А позже бы выяснил, перед кем Он закрыл дверь Мы не знаем, что произошло с этим человеком Но рано или поздно, я уверен, Он это обнаружил На земле ли, на небе ли Что произошло в том хлеву Я уверен, что Он был очень рад Боже мой Я так счастлив Что я не закрыл дверь Но сделал то, что мог Послушайте Иногда ты не можешь сделать всего, что ты хочешь Ты бы хотел сделать больше Я встречаю так много людей И я хотел бы сделать для них намного больше, чем могу Но иногда ты делаешь то, что ты можешь И чудо происходит Ты даешь то, что можешь Ты утешаешь так, как ты можешь Ты делишься тем, что можешь А Бог делает остальное Этот человек сделал то, что он мог Он поделился с Иосифом и Марии этим местом Может быть, предоставил им горячей воды Когда она рождала Но я знаю Должно быть, очень он был благодарен Что он принял такое решение И такой же вызов нам оставил На самом деле здесь особо-то хвалиться нечем Но этого было достаточно Чтобы он поменял историю И нашел свое место В Божьем плане спасения И моя молитва сейчас Когда мы входим в это время празднований Чтобы Бог разогрел наши сердца И чтобы мы увидели себя Как содержатели Как управляющих своей церкви Зная, что независимо от того, что люди будут говорить Каждому человеку нужен духовный дом Где он может научиться познавать Бога Общаться И поклоняться Богу Мы хотим, чтобы наша церковь Как и любая другая Была местом для всех Куда люди смогут легко приходить Чувствовать любовь Бога Люди с различным прошлым Будут впущены Это Вифлеем И это наш хлев Да, в следующем году будет чуть красивее И также на балконе будет мебель Но это то, что есть сейчас Приходите Будьте с нами Будем вместе Искать Бога И поклоняться Ему И мы увидим Что день за днем Год за годом Церковь будет наполняться людьми И Бог Будет совершать чудеса Через тебя Через твой дом Всякий раз, когда твое сердце будет открываться И ты будешь уделять время Будешь брать этот вызов Делать то, что ты можешь Когда Когда Дух Святой будет тебя оживлять в этом Во имя Иисуса И весь народ Божий доскажет Давайте Дадим ему еще славу Аминь И давайте встанемся Пожалуйста Пусть группа прославления Вылет сюда Небесный Отец Благодарим тебя Стоя перед тобой За эту историю Об Иосифе и Марии Что даже в самых таких Переполненных обстоятельствах Кто-то открыл для них дверь И дай нам быть, Отец Как тот человек Жить с открытым сердцем Жить с открытой дверью, Отец Впуская людей И давая им чувствовать себя как дома Дай нам никогда не недооценивать Что гостеприимство может сделать Будь оно в доме или в церкви Отец, молимся Чтобы грядущие дни и недели Отец, было временем пробуждения среди нас Отец, мы не знаем Последствия, как благословение кого-либо Ты знаешь, Отец Мы делаем это для тебя Мы делаем это, потому что ты призвал нас, Отец Ты спаситель Ты чудотворец А мы сосуды Во имя Иисуса Аминь